сижу и любуюсь вот такая красота получилась за достаточно короткий период времени приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и так мои хорошие сарафан сакура готов сейчас полюбуемся на эту красоту на манекене конечно же расскажу о новшествах расскажу все подробнее и дам вам советы чтобы вы если будете вязать эту красоту не делали моих ошибок мне очень нравится то что получилось и сразу отвечу на ваш комментарий дайте пожалуйста мастер-класс по этому сарафану ниточки мадам трикот которая с вискозой только этой пряжи есть у нас в городе мои хорошие я вам ни в коем случае не могу рекомендовать эту пряжу мадам трикот макси именно вискозы а другой пряжи именно мадам трикот макси хлопок я ничего плохого сказать не могу возможно и эта пряжа кто-то сумел ее покорить и справиться с ней но я больше эту пряжу покупать не буду вот я сейчас вам показываю ее в ярко-розовом цвете вы сейчас видите два цвета один бледный другой ярко-розовый вот это как раз мадам трикот макси с вискозой да очень красивая пряжа но после в это изделие может измениться до неузнаваемых размеров я не знаю если вы готовы к таким сюрпризом конечно же вяжите еще что хочу сказать если вы хотите связать сарафан и именно только из этой пряжи мадам трикот макси которая с вискозой то имейте ввиду вот такой воздушная юбка у вас не будет у меня этой пряжи здесь применялся всего один моточек 50 грамм и вообще сарафан состоит из остатков можно сказать пряжи где по одному по 2 моточка было и вот как раз этот моточек мадам трикот макси вот этого розового оттенка у меня было всего 50 грамм это толстая пряжа и к тому же вот с такими сюрпризами которая вытягивается после стирки мне там писали что 10 сантиметров это еще подождите будет вторая стирка и вы посмотрите что это будут все 20 сантиметров и она толстовата юбка здесь связана из более тонкой пряжи это она 16 и виолет поэтому она вот так вот лежит полотно вот такое она красивая и воздушная если же брать мадам трикот макси вот эту толстую пряжу поверьте юбка у вас будет выглядеть по-другому дело конечно же ваше но со своей стороны я хочу вам сказать что я бы вам ее не рекомендовала она 16 филадискозия виолетт кировская роза кировский ирис вот это те пряжи которые я с удовольствием и со стопроцентной уверенностью вам могу рекомендовать это пряжи которые не преподнесут вам вот такие сюрпризы она очень эти пряжи держат хорошо форму они после стирки не линяют в общем конечно выбор за вами но хочу чтобы вы все-таки прислушались к моему мнению и так сарафан весит 390 грамм сколько какой пряжи прошло мы перейдем на стол потому что я хочу вам сегодня показать вот эту обвязку если вы видите вот обвязка проймы мне кажется придала определенный шарм сарафану и как бы законченный вид но и главное назначение вот этой обвязки это было чтобы поднять пройму для руки и чтобы ну вот этот дефект чтобы бюстгальтер был одни же линии проймы и вот здесь ничего не торчало мне это удалось сделать перевод при помощи этой обвязки и я хочу схематически на столе показать вам как я это делала потому что но как бы сначала хотела показать в кадре как я это вижу потом решила что на схематичном узоре это будет более понятно для вас и я думаю что вы поймете вот этот принцип обвязки и не будете делать ошибок которые я как правило вижу на тех фото которые рукодельницы выставляют в интернете и я вижу эти ошибки так что все покажу и расскажу значит сейчас сарафан 96 сантиметров это вот от линии вот от и от этой бретели и до самого низа как вы помните в прошлом видео я говорила что сарафан 102 или 104 сантиметра ну пусть даже 102 вот представляете вот эта обвязка мне подняла ну во первых пройму рукава подняла ну и соответственно всю длину сарафана длина убралась сколько это получается 92 96 4 на 6 сантиметров 6 сантиметров вот вот эта кайма вот эта обвязка подняла сарафан вверх и сузила ширину вот эту вот диаметр этой проймы что еще хочу сказать значит все мастер-классы по вязанию этого сарафана есть на канале плейлист так и называется сарафан сакура поэтому я не знаю какие вы от меня ждете еще мастер-классы их не будет сегодня заключительный я еще вам кроме вот этой обвязки каймы сегодня расскажу обвязку низа изделия покажу схематично здесь все очень просто схематично расскажу покажу и вы все поймете ну и конечно же продемонстрирую сарафан на себе это конечно обязательно будут ли еще какие-то изюминки я думаю связать брошь к этому сарафану поскольку вот эта сумочка вы видите что здесь моя очень уже знаменитая роза для ирландского кружева в принципе с этой розы практически с этой розы я начала снимать видео на своем канале здесь вот есть стразики пришивные стразики сваровски видите как все поблескивает красиво как роса на розах вот такую розу я хочу связать у меня осталась пряжа для этого сарафана чтобы это все гармонировала с сумочкой в общем мои хорошие давайте перейдем на стол и я покажу вам обвязку проймы этого сарафана ну и обвязку низа сарафана сакура и так расскажу сколько пряжа у меня пошло и какой филодискозия я вот написала филодискозия пятерка это которая толще не восьмерка а пятерка 100 грамм а виолет 50 грамм анна 16 100 грамм кировская роза 20 грамм мадам трикот макси которая с вискозой 50 грамм и неизвестная белая толстая пряжа 70 грамм всего 390 грамм но это приблизительно здесь еще значит вот такая пряжа которая обвязывала пройму рукава это филодискозия но восьмерка восьмерка намного тоньше чем пятерка и так давайте теперь о теории и о хитростях вязания секретиках расскажу как обвязывать пройму красиво не скажу правильно но красиво а значит напомню что вот этот узор которым связан сарафан сакура есть во вкладке в сообществе схема этого узора и также мастер-класс в одном из видео которое находится в плейлисте на моем канале плейлист так и называется сарафан сакура так что вяжите все все есть и так давайте теперь о теории как я вязала эту кайму значит я сейчас вам нарисую даже не знаю наверно вот так вот будут удобнее нарисую в разрезе схематически нарисую пройму для руки а здесь у нас бретель а это получается вот здесь вот центр одна сторона идет на перед другая на спинку спинка немножко выше переда вот здесь то есть в разрезе это выглядит вот так это допустим спинка спинка а это перед и вот мы начинаем обвязывать пройму рукава важный момент внимание обвязку нужно начинать вот с этого угла поскольку у нас направление вязание идет сюда мы начинаем то есть получается первое так скажем пройма допустим это левая пройма для руки вот наша спинка вот здесь . где пошла уже бретель вот отсюда мы крепимся и начинаем обвязывать нашу пройму вот сюда первый ряд у меня что я здесь сделала прикреп в этой точке сделала 3 воздушные петли подъема еще одну воздушку это арочка у меня пошла крючок кстати у меня был единица для этого случая и вот это пряжа филодискозия восьмерка и так первый ряд обвязки дальше столбик с одним накидом в полотно и таким образом мы воздушная петля столбик с одним накидом в полотно воздушная петля столбик с одним накидом в полотно и так мы шагаем с вами ну я вот так вот почаще сделаю чтобы было понятно где-то до вот этого места так прошу прощения 3 воздушные петли подъема воздушная петля столбик с одним накидом 3 воздушные петли и вот здесь вот у нас пику про пикоза было дальше воздушная петля накид на крючок столбик с одним накидом провязали 3 воздушные петли связали пико над этим столбиком опять воздушная петля накид на крючок столбик с одним накидом 3 воздушные петли и пико это вот первый ряд обвязки надеюсь это понятно когда мы доходим воздушная петля опять столбик с одним накидом 3 воздушные петли делаем и вот здесь пико из трех воздушек опять воздушная петля и вот так вот идем до вот этого места приближаясь к пройме вот где у нас пройма руки обычно здесь подрез у меня тоже есть здесь подрез небольшой что я делала дальше вот здесь внимание здесь нам нужно сузить нашу вот эту обвязку как мы ее сужаем я убирала воздушную петлю то есть после того как я сделала здесь наверное еще рано сейчас вот я дойду вот до этого места ну вот где-то вот здесь после того как я сделала столбик с одним накидом и над ним пико я исключила воздушную петлю и сразу делаю столбик с одним накидом без воздушной петли и над ним пико и как бы таким образом на повороте у меня сужается диаметр вот этой вот обвязки мы же понимаем что если здесь вот один диаметр то вот этот диаметр если мы вот так вот зрительно этот круг нарисуем то мы видим что вот этот диаметр гораздо меньше чем вот этот диаметр думаю что это понятно поэтому на повороте я вот здесь исключала воздушную петлю провязывала столбик с одним накидом и над ним пико столбик с одним накидом и над ним пико и вот так вот здесь вот я шла вот таким вот макаром вот пройдя где-то ну я не знаю сколько здесь но сантиметров 5 наверное на подмышечную часть вот эту дальше опять все по старому то есть воздушная петля столбик с одним накидом пико воздушная петля столбик с одним накидом пико и вот так вот я шла потом обвязывала бретель вот здесь тоже все это и вот здесь я переходила на второй ряд как я вязала второй ряд значит здесь практически то же самое немножко изменений сейчас просто посмотрите технически а потом я покажу на сарафане и вообще все сразу станет понятно значит здесь я сделала воздушные петли но не знаю там две три и под арочку из одной воздушке я делала столбик с двумя накидами и над ним пико то есть первый ряд столбик с одним накидом второй ряд столбики с двумя накидами и поскольку у нас же этот диаметр меньше уже должен быть чтобы хорошо прилегала ваша обвязка к телу он не должен равняться вот этому диаметру значит что я делал здесь я буквально на глаз то есть один раз я делала воздушную петлю и столбик с двумя накидами вот под эту арочку из одной воздушной петли пико и дальше допустим не делала воздушку и сразу столбик вот сюда подарочка с двумя накидами пико опять чередую здесь делаю воздушную подарочка столбик с двумя накидами пико следующий столбик без воздушке то есть сразу после пико я вот сюда делала столбик с двумя накидами и над ним пико то есть чтобы нам уменьшить вот этот диаметр я как бы поступила вот таким вот образом дойдя по до подмышечной части у нас же вот здесь вот не было воздушных петель мы же здесь уже в первом ряду без воздушек вязали эту часть я между вот этими пикошками также поступала то есть столбик с двумя накидами пико опять между вот этими пико столбик с двумя накидами пико и без воздушек то есть вот эта часть у меня шла без воздушек думаю что это по тем понятно и дойдя вот да вот вот этой точки таким образом второй ряд я остановилась то есть второй ряд у нас он в области там где у нас идет бретель бретель обвязана всего одним рядом то есть первый ряд полностью а второй ряд я шла 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 и дошла вот сюда бретелька у меня без второго ряда обвязки поэтому это очень важный момент как вы будете обвязывать поймите что у вас вот этот диаметр больше чем вот этот внутренний диаметр у нас диаметр сужается поэтому нужно уменьшать вот здесь петли на глаз я же говорю вот где-то воздушная где-то без воздушной но таким образом у меня диаметр стал меньше сейчас покажу как это выглядит на сарафане вот смотрите вот подмышечная часть видите я здесь даже провязывала вот два столбика с общей вершинкой где-то в одном месте здесь нет воздушки то есть вот здесь вот идет сужение вот этого нашего второго диаметра во втором ряду значит вот здесь вы видите обвязка это вот наш первый ряд я начинала вязание вот с этой точки как я говорила это получается спинка если мы обвязываем левую руку да так скажем левый вырез и для проймы руки вот я начинала отсюда первый ряд столбики с одним накидом воздушка пикон от столбика и заканчивала первый ряд здесь же в этой точке то есть проходилось по бретели а второй ряд естественно начинался опять же здесь шла 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 там уже столбики с двумя накидами воздушка и пико в области подмышки здесь нету воздушек здесь чередуется где то есть воздушка где то нет воздушки я уже вам рассказала и закончила вот здесь то есть вторым рядом я бретель уже не обвязывала вот таким вот образом у меня а вышла красивая обвязка проймы для руки очень красиво смотрится ну а теперь давайте расскажу как я вязала вот обвязку делала обвязку не за сарафана а здесь все очень просто смотрите сейчас на схеме покажу вот он этот последний ряд вот это вот не берите во внимание последний ряд раппорта узора это вот столбики с одним накидом потом вот этот паучок и я вот эти столбики с одним накидом я вязала следующим образом смотрите у меня здесь раз два три 4 5 6 столбиков с одним накидом что я делала значит полустолбик над ним пико воздушная петля столбик с одним накидом над ним пико воздушная петля столбик с двумя накидами пико воздушная петля еще столбик с двумя накидами над ним воздушная петля воздушная петля столбик с одним накидом пико воздушная петля полустолбик над ним пико ну и потом паучок здесь у меня 5 воздушных петель пико 5 воздушных петель и вязание повторяется то есть Вот этот ряд, я вам уже показывала, я заменила вот этими разновеликими столбиками, начиная от полустолбика, потом столбик с одним накидом, два столбика с одним накидом, столбик с одним накидом, полустолбик. И между ними я внедрила одну воздушную петлю. Получилась вот такая красота. Значит, это кировская роза и обвязку я делала тоже крючком единицы. Теперь сейчас уже все вам рассказала и по поводу как обвязать пройму красиво, чтобы все прилегало к телу и про кайму. Теперь немножко расскажу про сарафан, на каком этапе я прекратила делать расширение. И о размерах сарафана тоже сейчас поговорим. Итак, о размере сарафана, чтобы вы понимали приблизительно, какой размер у меня и сколько, как вам вязать. Значит, у меня размер 48-50, сарафан достаточно свободно на мне сидит. Думаю, что на 48-й размер, вот этот размер идеально подойдет. Будет просто свобода облегания больше. Итак, значит, вот здесь у меня, а, еще вот эту не замерила, сейчас замерю. Значит, пройма после всех манипуляций, после обвязки у меня стала вместе с бретелью 30 см вот здесь. Значит, 29 см это от начала сарафана вот сюда. Просто понимаем, что здесь будет другой размер, потому что здесь все сужалось вот искусственно, так скажем. Поэтому вот это практически равно пройме, но здесь 15 см еще бретель. Не забывайте об этом. 15, сейчас померяю. Не 15, 13 см я имею в виду вот эта бретель 13 см. Ну, в общем, 29 см до окончания, до подреза, так скажем, вот здесь у меня. Дальше, здесь, значит, вот эта ширина 47 см. Это если мерить от подмышечной части, от одной и до второй. Вот здесь у меня 47 см. Конечно же, у вас может быть здесь, в зависимости от размера груди, у вас здесь может больше сантиметров быть. Тогда вам просто, вы вот здесь делаете расширение больше для своего объема груди. Дальше, значит, приблизительно линия талии, так скажем, вот она у меня, 52 см. Ну, если в объеме, то это получается 104 см. Мы сейчас рассматриваем половинчатые размеры, понимаем, да? Так, 60 см вот здесь, это уже размер, ширина линии бедер. И самый низ сарафана, это, ну, вот этот вот, да, самый край, самый низ, это 75 см. Это у меня вот здесь. Увеличение, то есть расширение узора, вот здесь вот шло у меня расширение узора до вот этой части. Я сейчас замеряю расстояние вот отсюда, да, от этой точки и до, ну, это, скорее всего, размер бедер. Да, размер бедер. Там не размер бедер, а, как сказать, зона бедер. Вот так, наверное, будет правильнее. Вот отсюда я один раз сделала увеличение, об этом я говорю в каком-то из видео. И дальше у меня все шло прямо. Дальше я вязала просто квадратом. Здесь уже никаких расширений у меня нет. Расширение узора вот этого у меня шло до линии бедер. Дальше я сделала определенную манипуляцию, внедрила меньшего размера вот эти квадратики. Сейчас я вам их покажу. И все, дальше просто вязала прямо. Хотя зрительно сарафан смотрится, ну, как будто идет на расширение. Так, сейчас я вам обещала расстояние вот отсюда и до линии, где я прекратила делать расширение узора. Сейчас померила, но мерила по переду. Повторю, что спинка немножко выше. По переду, вот от этой точки и до зоны бедер у меня получилось вот здесь 55 сантиметров. Это точка, где я прекратила делать расширение узора. То есть отсюда шло расширение 55 сантиметров. Все, дальше пошел узор просто вязаться квадратиками, просто вязаться прямо. И так, вот так сарафан выглядит на столе. И вот то, о чем я вам говорила. Вот вы видите, здесь, значит, я уже не помню, по-моему, 10 столбиков. Господи, сфокусируйся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 10 столбиков с одним накидом. Это самая широкая зона. Вот здесь вот я закончила расширение. Дальше я провязала все столбики с одним накидом. И разбила, внедрила, видите, квадратики у меня уже идут по пять столбиков. Вот вы видите. Паучки я оставила те же самые. А зону квадратиков я, видите, вместо 10 вот эти, вот какой здесь уже прямоугольник получается, даже не квадрат. Я разбила с этого места уже на мелкие квадратики и дальше пошла вязать без расширения. Вот вы видите, что здесь все квадраты, все одинаковые. Дальше вязалось вообще все очень просто и быстро, безо всякого расширения. Так. Теперь, что хочу сказать. Сарафан получился бесшовный абсолютно. Здесь нет ни единого шва. Сейчас покажу вам еще раз. Мастер-класс, кстати, есть на канале. Как этого добиться. Как сделать смену нити практически незаметной. Особенно это на тонкой пряже. Вообще не будет видно. То есть, вот здесь вот, где идет вот эта Мадам Трикот Макси, которая меня так подсуропила, да, вот здесь мы видим смену нити. Потому что толстая пряжа. И вот эта неопознанная белая толстая. И Мадам Трикот Макси тоже толстая. Дальше пошла пряжа Анна 16. Вот где два цвета идет. Вот это филодискозия пятерка, по-моему, еще. Да. А дальше пошла вот Анна 16 с виолетом. Вот здесь вы вообще, вот просто от слова вообще не увидите. Ну вот он, вот смена нити. Видите? Идет смена нити. Ее практически здесь вообще незаметно. Как это сделать? Все есть в плейлисте. Этот мастер-класс есть. Так что пользуйтесь. Очень хорошая штука. Очень красиво все получается. Ну вот, мои хорошие. Вяжите в удовольствие. На самом деле вяжется очень просто и легко. И за счет вот этих пройм, которые достаточно глубокие, сарафан получился на, как сказать, на жаркое лето. То есть в нем не будет жарко. Я уже просто жду не дождусь, когда же потеплеет на улице, чтобы его одеть. Ну а за окошком у нас уже два дня льет дождь. Некоторые районы Подмосковья, по-моему, вот Нахабино, Леша говорил, утонули в воде. Люди идут чуть ли не по пояс в воде. В общем, какая-то аномальная погода. Говорят, вот этот май в этом году. 80 лет такого мая не было. 80 лет назад. Вот такая дождливая погода и такой дождливый май. Ну ничего, скоро же выглянет солнышко. Дождик-то все равно закончится. А у нас уже готов сарафан. Пойду я готовиться к видеосессии, чтобы продемонстрировать эту красоту на себе. Ну а с вами я прощаюсь. Надеюсь, ненадолго. Очень много новых идей, новых сюрпризов для вас. Так что дождитесь. Я вас всех очень люблю. Обнимаю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Итак, друзья, показываю вам эту красоту на себе. Снова здравствуйте, потому что я уже с вами попрощалась. Думала монтировать видео, чтобы вставить музыку. Но я это обязательно сделаю и с музыкой. А сейчас очень не хочу тратить время на монтаж, чтобы внедрить музыку. Показываю, как есть. Очень довольна работой. Конечно, немножко меня не устраивает длина. Поскольку, ну вот, то, что вы знаете, что произошло с проймой и как я здесь все поднимала. Кстати, сейчас делаю акцент на том, что здесь все очень хорошо. Даже если еще сарафан вытянется после второй стирки, то я думаю, что на линии проймы вот здесь будет все хорошо. В общем, вот так вот все это выглядит. Красота красивенная. Скрывает А-образный силуэт. Все, что ему нужно скрыть. Поэтому, да, мы с красивыми пышными формами. Это модель ваша. Вяжите. Все очень просто. Все мастер-классы, все подробности, все тонкости, все хитрости я постаралась до вас донести. Жду ваши комментарии. Пожалуйста, напишите, как вам это нравится или нет. Конечно, можно было бы еще довязать, но уже нет нужного цвета пряжи. Поэтому оставлю, как есть. Так что, вот такая красота. Ну, на этом все. На этом точно я прощаюсь с вами на сегодня. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. С вами была Елена Ситникова.